Здравствуйте! В этом уроке речь пойдет о форматах трансформаций и анимаций. Прежде всего стоит отметить, с какими файлами работает NUC. Есть три вида изображений, которые вы можете импортировать в проект. Первый – это статическое изображение, проще говоря, картинка. Количество поддерживаемых форматов в этом случае довольно большое. Touchpack, GIF, XR, DPX, TIFF и многие другие. Подробнее о форматах поддерживаемых в NUC можно прочитать в мануале, в конце есть табличка. Второе – это секвенции. По сути те же картинки, которые представляют собой набор кадров. То есть каждая картинка – определенный кадр. При импорте они излаживаются и программа проигрывает их по очереди. Ну и третий тип – это видео. С ним посложнее чуть. Формата видео не так уж и много, в основном используются AVI и MO. Но тут больше заключается сложность не в том, в каком формате записано видео, а с использованием какого кодирования данный файл был записан. В основном работают с некомпрессией, и такой формат записи используют в процессе обработки видео, для того, чтобы исходный материал использовать в максимальном качестве. Но занимает очень много места, но нет потерь в качестве. Однако иногда случается, что приходится использовать кодированное видео, то есть зажатое каким-то кодеком. Их есть большое количество, поэтому нет гарантии, что нужный кодекс стоит у вас в системе, и поэтому кодированное видео не всегда подружается в проект. Данный файл записан с использованием Canopus HQ. Такого кодека в этой системе нету, поэтому программа не может отобразить видео. Так что, прежде чем работать с зажатым видео, нужно знать, каким кодеком она зажата и установить его в систему. Стоит помнить о том, что для версии программы 64 бита, у нас используется 64 бита, кодеки нужны также 64 бита. При импорте через ноду Read, Nuke анализирует содержимое файла и пытается определить его формат. Стоит сказать, что Nuke автоматически конвертирует изображение в RGB 32 бита. При импорте файла желательно знать максимум информации о том, что это за формат, какой пиксель там используется и так далее. Не во всех случаях программа может правильно определить формат импортируемого материала. Также будьте внимательны при импорте видео с интерлейсом, то есть видео, в котором используются поля. В основном такой метод записи используется для телевидения. Для работы с таким материалом нужно сначала перевести видео с интерлейсом прогрессив, скажем, при помощи FieldSkit, и после окончания проекта выгнать его с нужными полями при помощи того же FieldSkit. Сам Nuke работает только с прогрессивом. При импорте изображения, Nuke пишет размер формата в верхнем правом углу, а также название формата в нижнем правом углу, если такое и имеется. Вот в данном случае секвенция была записана в формате PAL, размер и формат, звание формата. При смещении или повороте добавим новый Transform, вернем изображение. Когда края изображения выходят за пределы экрана во Viewer, теперь программа показывает пунктирные линии область, в которой данное изображение находится, но не показывается. Если мне картинку повернем так вот, то мы видим скрытые пиксели, изображение, которое выходит за рамки отображаемого окна, показывается при помощи вот такой вот пунктирной линии. Также не забываем в самом начале работы указывать формат, в котором мы будем работать, формат нашего проекта. Формат в Nuke определяет размер по ширине и высоте, а также размер пикселя. Все списки, список поддерживаемых форматов в Nuke находятся вот здесь. Если пиксель квадратный и его размер равен единице, то тогда он не пишется. Если же значение пикселя отличается от единицы, то его размер указывается после размера изображения. Хорошо, когда формат импортируемых файлов совпадает с форматом проекта, но зачастую мы импортируем различные по формату файлы, и поэтому нужными окажутся знания о том, как изменить формат того или иного файла, то есть сделать реформат. Будем использовать наше изображение. И так установим формат, равен, скажем, ну пусть остается 2К. Как было так, пусть остается. Формат нашего проекта 2К, но изображение у нас размером 600 на 331 пиксель. Каким образом мы можем подогнать нашу картинку под нужный нам формат? Для того, чтобы сделать реформат, нам нужна соответствующая нода, которая так и называется реформат. Ее можно найти в группе transform. Вот она у нас находится, эта нода. Как видите, настроек не очень много. Первое, что мы рассмотрим, это тип реформата. По умолчанию стоит toformat. При данном типе изменений программа предлагает переформатировать данное изображение под один из форматов данных в списке. Вот тот же список, который мы видели в настройках нашего проекта. Мы можем без проблем, выбрав нужный нам формат, подогнать наше изображение до нужного размера. Если по высоте изображения больше нужного, то оно просто обрезается по краям. Однако, если изображение меньше, то программа вырисовывает вот такие вот полосы. Указывает, что размер формата больше, чем размер импортируемого изображения. Избежать таких полос можно при помощи ноды black outside. Также в меню transform и ищем black outside. Вот эта нода, которая убирает эти полосы, замещая их темным цветом, темными прямоугольниками. Так же похожую вещь мы можем сделать в ноде реформат, установив галочку из black out. И так идем дальше. Второй тип это box. Здесь довольно просто. Здесь можно вручную указать размеры нужного нам формата. По умолчанию ширина привязана к высоте. Изменяя один параметр, автоматически изменяется другой. То есть, если мы указываем, что ширина будет 400 пикселей, то параметр автоматически просчитывает, какая должна быть высота, не изменяя пропорции самого изображения. Также можно указать размер пикселя. Но в данном случае у нас один был, пусть один и остается. Если мы хотим изменить размер изображения непропорционально, можно установить галочку force the shape. Тогда изменения по высоте будут непропорциональны изменениям по ширине. То есть, мы видим там, где изображения не хватает, опять программа дорисовывает такие вот линии. И третий тип это scale. Имеем ползунок, передвигая, по которому можно увеличивать масштаб нашего изображения. То есть, параметр 1 указывает, что изображение находится в таком же размере. 2, соответственно, бывает размер его. Вместо 600 пикселей по ширине уже 1200. Ну и так далее. Также, нажав на двоечку, мы можем увеличивать масштаб по высоте и ширине. или же делать все пропорционально. По умолчанию, resize type используется по ширине. width. То есть, если видео импортируемое отличается от формата, то размер устанавливается по ширине. Как видите, по высоте изображения не хватает, поэтому программа забывает его полосы. Выбирая разные форматы, можно добиться изменения размера по высоте. Вот так вот при этом обрезается правая и левая часть. Fade и Fill, что по сути то же самое, что по высоте и по ширине. И Distort, при котором ширина и высота изображения подгоняются под нужный формат. Приятно, вы видите, изображение искажается, поскольку пропорции были немножко другие. По умолчанию, изображение изменяет свой размер, исходя из центра. То есть, если мы выберем Enter 8, то мы видим здесь, что обрезается правая и левая часть нашего изображения. Если галочку Center убрать, то изображение обрезается справа и сверху, поскольку нулевой точкой нашего изображения является левый нижний угол. Также есть отражение изображения по горизонтали, по вертикали и поворот на 90 градусов. Кроме изменения формата изображения, мы можем попросту его обрезать. Если в проекте нам нужно использовать не все изображение, а только его часть, мы можем его обрезать при помощи ноды Crop. Она находится у нас также в группе Transform. Что данная нода делает? При добавлении ноды к изображению, мы видим во Viewer появляется вот такой прямоугольник пунктирный. Это граница нашего изображения. Для того, чтобы наше изображение обрезать, мы можем вручную либо вручную передвигать вот эти вот точки, выделяя нужную нам часть изображения. Вот эти параметры, которые мы сейчас изменяем. Видите, как они автоматически обновляются в панели Properties. Вот, допустим, мы хотим использовать вот эту вот часть изображения. Для того, чтобы окончательно обрезать все черные края, мы ставим галочку Reformat. При этом, в отличие от предыдущей ноды Reformat, нового формата у нас не создается. То есть мы видим, нет у нас формата 318 на 237. Новый формат не создается. Это просто получилось окропленное изображение, то есть обрезанное до нужного нам фрагмента. Игорь Матрон Yaht wasn't. Здравствуйте! А вот тот, Витамин. Продолжение следует...